Ранее сообщалось, что к аэропорту прибыли до 150 неизвестных. Около полусотни человек зашли внутрь здания. Приехали захватчики на нескольких автомобилях КАМАЗ без номеров и опознавательных знаков. Сообщалось, что вначале вооруженные люди оцепили терминал внутренних рейсов авиаузла, однако потом продвинулись дальше. По данным информагентства, вооруженные люди — это отряды самообороны Крыма. Им помогают члены народной дружины. Об этом интервью нашему телеканалу рассказал один из ее участников. Мы были здесь и видели, когда вооруженные люди спокойно приехали на автомобилях и спокойно выгрузились. Интеллигентные, приятные ребята, без претензий, без всевозможных каких-то наглостей. Ребята патрулируют периметр, патрулируют площадь. Для чего? Для того, чтобы сюда не приехали и не прилетели радикально настроенные украинцы. Аэропорт работает в штатном режиме. Смолеты взлетают и садятся по расписанию. По словам нашего корреспондента, который работает на месте событий, площадь перед аэропортом полна личных автомобилей и машин такси. Люди с чемоданами беспрепятственно проходят к стойкам регистрации. Информацию о нормальной работе авиаузла нам подтвердили и сотрудники аэропорта. Все нормально, обычно. А с обслуживанием самолетов нет никаких проблем? Нет никаких проблем, все нормально. В то же время пресс-секретарь аэропорта Симферополя проверк информацию о захвате. Он рассказал, что попытка завладеть зданием все-таки была, но в итоге ее не реализовали. По его словам, нападавшие думали, что в аэропорту Симферополя высадился некий украинский десант. Однако, когда захватчики увидели, что это неправда, извинились и ушли.